итак ребята всем привет microsoft выпустила новое обновление функциональная момент 2 я хотел бы сказать что данная версия может не запускаться из-за кастомизации интерфейса сторонним по ни в коем случае нельзя всякие темы устанавливать другие всякие значки другие потому что это грубо говоря убьет систему номер сборки 22 621 . 1344 у нас вышла сборочка дев про нее мы поговорим следующем ролике а также вот джейси круг он для всех пользователей это у нас уже готовится момент 3 давно мы не снимали ролики по windows нам недавно взломали сообщества поэтому вот такие вот задержки получается по контенту было небольшое отступление поехали значит первое что здесь мне сразу кинулась в глаза помните я в одной из сборок девелопер говорил про этот поиск его добавили в момент 2 его добавили в момент 2 персонализация панель задач и вот поиск вот мы скрыли только значок поиска значок и метка поиска поле поиск и с этим поиском можно взаимодействовать можно писать что касается также этого поиска как вы все знаете появился microsoft бинг с искусственным интеллектом я привожу ролик справа будет мы снимали отдельный ролик на эту тему этот поиск внедрили прямо сюда то есть вот вот даже есть значок то что этот поиск например мы пишем давайте банальное что-нибудь напишем youtube то есть вот youtube открыть веб-сайт пожалуйста все открывается также доступен чат и здесь новая настройка выбор стиле беседы творческих начнем сначала ответы являются оригинальными и творческими чтобы удивить и позабавить вас сбалансированы ответы являются осмысленными и последовательными обеспечивая баланс между точностью и творческой составляющей в беседе строгие ответы являются фактически верными и краткими при этом приоритет отдается точности и релевантности для вас ну вот давайте попробуем творчески вот мы нажимаем и сразу меняется фон строгий балансированный творческий давайте форме творчески привет напишем привет 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 напиши сценарий для ну вот мне все равно главное чтобы было интересно обращаю ваше внимание что теперь даже без vpn работа если если в системе windows это включить то работает без vpn давайте посмотрим следующий режим сотрем давайте и сбалансированы хотя мы его видели давайте более строгие расскажи историю пускай будет но какой давайте компании создателя майкосов да расскажи больше то есть мы задали вопрос и начался диалог такой длиннющий она рассказывает и bing нам рассказывает историю компании microsoft расскажи о других продуктов компании расскажи больше о windows да расскажи больше о windows 10 к слову я знаю как создавалась windows 10 я с самого начала был инсайдером это было в 2014 году я один из первых инсайдером скажем так вот обращаю ваше внимание еще что для беседы ограничения у нас хорошо мы очистим windows инсайдер программ ну вот к сожалению microsoft ограничила до 6 ответов надеюсь что это уберут потому что чат джи пяти он не ограничен на самом деле чат джи пяти это чат борт с искусственным интеллектом от компании open ai мы про него также снимали ролик я предложу посмотрите добавили microsoft bing искусственный интеллект прямо windows 11 поехали дальше следующее нововведение у нас появилось приложение связь с телефоном для ios это заслуживает я думаю отдельного видео мы поставим на мой iphone и попробуем подсоединиться к windows для пользователя android была улучшена стабильность соединения между смартфонами на android и пока на windows а для ios бета версия есть microsoft также улучшает систему виджетов но видимо капельная подача в этом обновлении и у меня пока нету скажем так магазина я говорил про этот магазин в одной из сборок девелопер также я приложу посмотрите виджеты у нас тоже есть так следующее новое приложение быстрая поддержка у нас появилось новое приложение быстрая поддержка давайте посмотрим где у нас быстрая поддержка то есть мы можем находясь на windows если другой человек на windows например разрешите пользователю которому вы доверяете просматривать ваш экран то есть это типа таймвивера типа они дес кто по встроенный windows и помочь пользователю также можно нажать войти и будет возможность подключиться к другому компьютеру согласие пользователя далее 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 собственное приложение для записи экрана есть у microsoft в этом обновлении это в приложении ножницы у нас где у нас она давайте мы найдем ножницы ножницы здесь короче вот фото видео здесь даже режим фрагмента и очень-очень я вам скажу что обновили ножницы я помню самую первую версию приложение давайте камеру выбираем нажимаем создать нарисуйте фигуру чтобы выглядеть область записи допустим не весь экран а хотя давайте весь экран весь экран мы выделяем и нажимаем пуск 3 2 1 и у нас пишется экран то есть теперь не нужно даже устанавливать сторонние по на windows чтобы записать экран можно записывать экран вот просто проверка записи экрана на windows 2022 апдейт момент 2 закрыли пишется к сожалению только экран почему-то звук напишется хотя он должен писаться вот у нас сохранить копировать поделиться это у нас что это у нас задержка звук писать к сожалению придется отдельно но экран пишет хорошо соглашусь приложение виджеты спотифай и мессенджер фейсбук и также связь с телефоном все как я говорил появилась в момент 2 у меня дар предсказания я могу предположить очень точно предположить вот давайте android iphone айфон ожидается ближайшее время ну приложение для iphone про это мы поговорим с вами в новом ролике в отдельном microsoft также улучшает встроенный интерфейс sims microsoft sims встроенный интерфейс да немножко вот улучшили я вижу 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 очень так ничего начать собрание позвонить чат нажимаем чат да немножко видите интерфейс другой камера открыть teams возможно другие сведения чаты удобнее сообщество появилось в режиме бета версии очень здорово сделано я вам скажу вот первое впечатление оно обманчиво но это интересное обновление крупнейшее интересное обновление дальше было кто-то появилась поддержка вкладок также голосовой доступ из предварительного просмотра выведен то есть можно команда командой отдавать компьютер он будет делать за вас голосом отдаете команду компьютер за вас делать так блокнот 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 давайте блокнот а где он а блокнот где у нас блокнот ребята давайте найдем 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 блокнот вот блокнот да есть вкладочки как проводники то есть мы написали 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 открыли новую вкладку написали написали потом сохранили сохранили допустим вот на рабочий стол мы сохраняем этот мы тоже можем писать 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 файл сохранить вот сохранить как конвертирование как бы вот так осталось вот на рабочий стол то есть два разных документа сразу можно работать с несколькими документами в блокноте это вот просто идеально я вам скажу очень даже неплохо давайте перейдем в настройки теперь настройки и здесь у нас система и питание и батарея рекомендации по энергосбережению тоже появились здесь это видимо для всех и для ноутбуков на windows и для компьютеров это вышло из бета-версий очень много нового вот такое вот обновление оно большое связь с телефоном мы посмотрим версия находится для ios в бета я ее достану установлю и сниму для вас новый ролик ребята ставьте шикарное обновление я его поклацал перед съемкой данного ролика и первое впечатление я вам скажу что замечательно будем смотреть дальше я не берусь говорить про такую вот пользование windows скажем так про такую историю как пользование windows каждый день как основной компьютер у меня нет компьютера мне виртуальная машина но первое впечатление от функции положительно система не зависает не глючит не лагает все замечательно ставьте обновляйтесь доступно всем новое функциональное обновление но ни в коем случае не меняйте интерфейс не делайте эту костыльную кастомизацию она вам не надо зачем зачем это может убить систему вот вам дают windows вот с этим интерфейс ждите пока microsoft сама что-то изменит я не считаю что нужно менять интерфейс нужно пользу зачем дают вот такое вот видео мы предлагаем посмотреть наши другие ролики подсказки будут слева и справа подписываемся на наши дискорд сообщества ссылочка будет первым закрепленном комментарии также есть в описании youtube канал мы переехали в дискорд из-за взлома мы ждем всех а это было впечатление и обзор функции новое обновление момент 2 для windows 11 2022 апдейт в новых роликах мы с вами поговорим windows insider developer сборка новая далее мы поговорим о том что ждет windows 2024 году у меня есть мысли на этот счет интересно будет вам рассказать интересно узнать ваше мнение на этот счет ну и общаться поговорить момент 3 у нас готовится у меня есть мысли на этот счет давайте с вами будем общаться подпишитесь на канал если вы этого еще не сделали поставьте лайк напишите комментарий будет интересно почитать что вы думаете вот об этом вот обо всем то что microsoft нам дает но это однозначно победа потому что вот люблю я этот поиск ну вот люблю я этот поиск всем пока увидимся